Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Возможно ли разобраться в данной ситуации с мужем? Ну, я думаю, что разобраться можно в ситуации, связанной с вами, но не с мужем. Периодически муж всегда мне что-то навязывает и чему-то учит. Это связано с тем, что он позиционирует себя выше вас. Это означает, что он позиционирует себя как более высокого, скажем так, более высокого партнёра. Вот. И, на мой взгляд, это связано, может быть, именно с тем, что вы позиционируете себя ниже. Вот. То есть, грубо говоря, вы позволили своему мужу, да, быть выше вас. То есть, с чем это связано? То есть, связано ли это на самом деле с тем, что вы, допустим, в себе не уверены или... связано это с чем-то другим? Вопрос, как бы, исследования, ну, психологического исследования, я имею в виду, да? Ну, тем не менее, он же почему-то позволяет себе вас учить? Либо он такой человек, да? То есть, он таким был всегда. И для него нормально учить. Твою женщину, например. И в таком случае вы выбираете, подходит вам это или нет, да? То есть, ну, подходит ли вам отношение, где мужчина выше. Или вы позволили ему это делать? В моей попытке объяснить ему, что мне это неприятно, для него просто звук. Знаете, здесь момент заключается в том... Вы, наверное, ну, вы, скорее всего, этого не замечаете, но... Объяснить... Человеку, что вам неприятно... Что-то... Невозможно. То есть, нельзя объяснить... Человеку, что вам неприятно. Вы либо говорите... Ну, просто... Ставите в известность... Человека о том, что вам неприятно... Просто... Ну, вот... Просто ставите в известность... Человека об этом... Либо... Либо... Либо он вас... Как-то вот... Банально не слышит. Объяснять... Вот... Именно... Ну, и именно объяснять... Что-либо... Смысла вообще не имеет. То есть... Когда вы... Пытаетесь объяснять... На самом деле, вы только лишь... Расанализируете свои чувства... Вот... А... Расанализируя свои чувства... Вы их обесцениваете... Вы их обесцениваете... Вот... То есть, этими словами... Чем сильнее вы пытаетесь объяснить человеку... Чем сильнее вы... Нацелены на то, чтобы... Эм... 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 Доказать ему, например, что-то... Эм... 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 Допустим... Эм... Эм... Показать ему что-то... Эм... Эм... Реально... К себе вы... Прислушиваетесь... Вот... Такой... Получается парадокс... Который необходимо учит... Учитывать... Дальше... Эм... Эм... Так... Вы пишите, что... Мои попытки объяснить ему, что мне неприятно... А для него пустой звук... Опять... Опять же... Эм... Как так получилось, что для него это... Пустой звук? Ну... Каким образом так получилось, что для него это пустой звук? Ведь... Наверно... Это... Не случайно... Наверно... У этого есть какая-то своя история... Ведь не всегда же для него это было пустым звуком... Да? А как вы относитесь... К тому, что для него это пустой звук? Для него пустой звук... Эм... Только... ЭТО? Или... ВСЁ... Что с вами связано? Ведь он считает, что именно так и должен поступить и никак не начнут... Нормально это его право... А как вы должны поступить? Вот... И раз он к чему-то пришел в этой жизни и понял, как правильно быть в каких-то ситуациях и вообще как жить... Он обязательно должен... Деканать меня до того момента... Пока до меня это не дойдет и я не признаю, что так и должно быть... Даже если уверены, что он не прав... Ну здесь история про вашу обиду... Вот... Вообще весь текст это про обиду... Ваш... Эм... То есть... Не то... Чтобы... Эм... Обида... Эм... Была... Чем-то плохим... Просто... Вам ее нужно выразить... То есть на самом деле... Ваш... Текст... Как мне кажется... Он не про то, чтобы... Разобраться... Эм... Ну... В... В... Ситуация... С... Мужем... А он больше... Про то, чтобы... Обиду выразить... А вот... Это не хорошо... И неплохо... Это... Я бы сказал... Нормально... Но... Вопрос заключается... Пожалуй... В том... А... Что дальше? Ну... Ну вот... Просто... Что дальше? Так... Эм... Значит... Он считается своим навязыванием... И другим учением... Открывает мне глаза... Но опять же... Он может считать как угодно... Вопрос в том... Что считаете вы... Сейчас... Сейчас... Он в командировке... Мы начали говорить по телефону... Муж имеет свою мечту... Но пока... Работает на нелюбимой работе... Чтобы прокормить семью... Так как у нас должен родиться ребенок... Ум... 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 Смотрите... Имеет свою мечту... Но работает на нелюбимой работе... То есть... То есть... Имеет свою мечту... Но допускает... Так... Как и вы... Появление ребенка... То есть... Я как-то мечтаю о чём-то, я как-то хочу чего-то, но недостаточно, очевидно, хочу, потому что допускаю появление обстоятельств, которые отодвигают как минимум на, значит, ну, на задний план, да, моей мечты, это довольно-таки интересная такая позиция, вот. Дальше, скажите, пожалуйста, а по какой причине только муж обеспечивает семью, ну, то есть вот вы пишите, что там не работали никогда и так далее, вот. Я здесь, нет, я здесь не про то, что вы должны работать, я здесь больше говорю про то, что вот как получилось, что на мужчине лежит ответственность только по обеспечению семьи. Опять же, я не считаю, что это плохо, но если вы выбрали себе такого мужчину, то, наверное, вам нужен был человек с определённым характером. Вам нужен был определённый, ну, давайте скажем так, типаж. Определённый типаж. Мужчины. Понимаете? И этот определённый типаж вполне включает в себя то, что он делает. То есть такая некая авторитарность и доминирование. Так, я ещё никогда в жизни не работала, не успела, закончила учёбу, сразу вышла замуж. А как так получилось? Почему для нас... Эм... Как будто бы... Выйти замуж важнее, чем собственная реализация. Так, поняла, что эта специальность не для меня. Ну... Какая... Какая специальность? На которую вы обучили. Ну... Можно было бы пойти на другую специальность. А не выходить замуж. Если бы вам было интересно реализовываться. Но вам, очевидно, было интереснее выйти замуж. Опять же, я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что вы делаете какие-то выборы. Вы принимаете какие-то решения, но вы как будто бы их не заменчаете. Так. Так же, я озвучивала мужу, что хотел стать дизайнером одежды, а потом придумала. Окей. У меня такое ощущение, что вы ему озвучивали это, чтобы получить одобрение. Сейчас занимаюсь обучением по веб-дизайну. Мужу говорю сегодня, что планирую составить портфолио. А он начинает задавать мне вопросы. Вот, честно, я не понимаю, с чего ты вдруг решила перейти на веб-дизайн. Ты ведь хотел на дизайнера одежды, а потом на дизайнера интерьера. А, ну, вы здесь, в данном случае, конечно, эх, как-то вот транслирует это его какую-то мысль. То есть... Ну, то есть, э, вот вы пишете, да, там, что он говорит? Зачем? Тут вам, очевидно, очень важно его слова. А че, чем? Чем вам так вот важны его слова? Почему они для вас так важны, что вы даже цитаты почти полную приводите его? Так, я сказала, что поняла в какой-то момент, что ни первое, ни второе мне не близко, да и веб-дизайнерам я, скорее всего, буду работать на себя, а это плюс. Он отвечает, почему так неверно опять об этом говоришь? Не может быть на себя, ты должна работать на себя. Не очень понял смысл этого слова, этой фразы. А я начинаю раздражаться, в очередной раз говорю, что он не должен мне говорить, что я должна делать, я и так для себя сознаю. Это не про выражение чувства, что вам неприятно, это про ответную директиву и про борьбу. Это первое. И второе, здесь у вас есть страх. Вот. Страх, что вы какая-то неправильная, то есть непринятие в себя. И тут началось, сначала начал меня спрашивать, когда я справлю неуверенность в себе и начну ценить себя, неуверенность в своей цели, вот просто взять одно дело и идти уверенно без как-либо колебаний и сомнений. Опять же, здесь история про то, что вы себя не принимаете. То есть в глубине души вы сами от себя этого требуете. И корите себя за то, что не можете выбрать. Я говорю ему уже, что у всех есть слабые стороны, это нормально, вот вы приходите к обобщению. Лучший способ избежать своих переживаний. Он прикопался и к этому, что значит нормально, почему ты ищешь в себе оправдание, нужно работать над собой, признать, что ты неуверен в себе и сомневаешься в своих действиях, а ты обижаешься на правду. Ну вот вы приводите цитаты своего мужа, если честно, ну как бы для чего, да, то есть вот зачем, это обида. Так же говорю, что хочешь мне помочь, а я фыркаю. Я муж объясняю, что мне достаточно его поддержки, но я не нуждаюсь в том, чтобы научил меня чему-то и упрекал меня. Если я в чем-то засомневаюсь или засомневался и подумал о чем-то негативном, ведь я вроде как живой человек, имею право иногда расстраиваться, переживать и сомневаться. Правду вы конечно имеете, только не принимаете этого в себе и требуете от себя совсем другого. То есть вам специальность не подошла, первая на каплю на которую вы учились. Это как раз про это, про то, что вы требуете от себя. Он говорит, раз мы вместе, это его долг, так заботиться обо мне. Ну, заботу каждый понимает по-своему, вопрос в том, подходит ли она вам. Для меня это совсем не забота, из меня будут все ссылки выжили и вы считали как ребенка. Правильно, потому что вы чувствуете себя ребенком. Ребенку нужно одобрение, ребенку нужна поддержка. Вы не взрослый. Это первое. Второе. Правда в том, что мужчина на самом деле может думать, что заботится о вас. Ну так, вопрос в том, подходит вам эта забота или нет. И если нет, то вопрос перспективности ваших отношений. Это первое. Второе. Ну, понятно, что если вы поработаете над собой, да, если вы займетесь психотерапией, то вас это перестанет задевать. Потому что, ну, например, вот, потребность в одобрении, да, связана как с действительно отношениями с родителями у вас, так и с негативным опытом, например. То есть тут, конечно, нужно разбираться, что конкретно вы в себе не принимаете. Плюс, плюс, вы зажимаете свои чувства, на мой взгляд, и это тоже влияет. Вот вы пишите, из меня будто все ссылки выезжали. Каким образом? То есть вы и на что энергию тратите? В общем, для меня очень тяжело переносить такие разговоры в очередной раз. В итоге он атаковал меня этим разговором, вопросом, если я уже не понимал и не слышал себя, и вообще затуманился разом, то ли от разочарования, что мужчина не слышит совсем, то ли сама уже не поймет ничего. Правильно. Во-первых, вы идеализируете своего мужа, бежите от разочарования, потому что разочарование могло бы помочь увидеть вам перед собой реального человека, а не образ. И то, что вы не слышите себя, это нормально. Ну, то есть нормальное для вас состояние. Вас родители-то, я думаю, были какими, вот какими, вот какие у вас родители? Родители у вас такие, что либо родители все вам позволяли, то есть такое полное попустительство, либо наоборот многое запрещал. Вот. Дальше. Он этим разговором довел меня до слез, а вот здесь перекладывание ответственности. Не он довел, а вы. Дальше. Это ваш конфликт внутренний. Он... Он... Как бы... Эээ... Вскрыл. Конфликт ваш. Я чувствую себя разбитый, мне очень больно от этого, и главное, не знаю как быть, возможно ли что-то исправить в данной ситуации. Да, возможно. Эээ... Поработать с психологом над гармонизацией своего собственного восприятия себя и чувствами. Эээ... Донести что-то мужем? Эээ... Можно научиться... Эээ... Конструктивным... Конструктивной коммуникации. Вот. Но... Это не гарантирует того, что вы ему донесете. Я считаю, что он не прав, но из-за его навязывания на вручение, не хотелось бы разрушать брак. Эээ... Эээ... Проблема в том, что вы считаете, что он не прав. Потому что не бывает правых и виноватых. У него своя позиция, у вас своя. Но он вас не слушает, потому что... Потому что вы позиционируете себя ниже. Это первое. Если будете на равных, может ситуация исправится. Второе. Что значит разрушать брак? Вам брак важен или личность мужа? Третье. Что у вас общего с мужем? Что вас объединяет? Потому что по тексту получается, что вы просто нашли себе родителя и боретесь против него. Ну, нет, нет, нет ощущения, что это отношение мужчины и женщины. Нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok